Всем привет! С вами снова я. Настало время ответить на следующую группу вопросов, которые вы мне чаще всего задавали. Итак, поехали! Какой у тебя график работы? График работы у меня такой, какой я сам себе захочу устроить. Когда я получаю загрузку, я могу видеть всю информацию о ней, откуда она идет, куда идет, сколько суммарное расстояние, какие временные рамки для этого. И после получения груза я должен распланировать свой маршрут. Рассчитываю примерно время с учетом всех заправок, отстоев, пробок и так далее. Например, я знаю, что я приеду, разгружусь и буду свободен завтра в 3 часа дня. И у меня останется около 7 часов вождения. Я вношу всю эту информацию в компьютер и отправляю диспетчеру. На основании этого они мне дадут какую-то следующую загрузку в районе 3 или 4 часов дня, как получится. Если я приезжаю и разгружаюсь вечером, например, в 6 часов, у меня остается 2 часа вождения, естественно, далеко я не уеду, я работать не хочу. Я выставляю следующее свое доступное время на утро следующего дня. Никто, естественно, не заставляет работать в упор. Если хочешь отдохнуть, можешь отдыхать. Даже если ты везешь груз и не успеваешь приехать в пункт назначения вовремя, ты устал, хочешь спать, можешь позвонить диспетчеру, объяснить ситуацию. Ребята свяжутся с клиентом и все будет нормально. Никто не будет тебя заставлять ехать, если это опасно и некомфортно для тебя. Как происходит списание топлива в компании и есть ли какие-то нормы на это? Норма расхода есть, она примерно составляет 7 миль на галлон, но у меня не получается ее достичь. У меня только 6,5 миль на галлон, потому что меня гоняют в основном по северу, грузы довольно тяжелые. Тебя никто не будет ругать, если ты палишь солярки больше, чем установлены нормой. Просто если ты укладываешься в 7 миль на галлон, тебе будет дополнительная надбавка, какой-то бонус к зарплате. У меня этого бонуса нет. Я не знаю, сколько этот бонус, но у меня не получается ездить по норме. Заправка происходит по топливной карте. Она выглядит примерно так. Такая карточка есть у каждого водителя, кто работает на компанию. Я приезжаю на заправку, я провожу вот этой топливной карточкой в терминале колонки, ввожу туда номер трака, свой пробег, номер водителя и начинаю заправку. В конце я просто вешаю пистолет, сажусь в трак и уезжаю. Ограничений у этой карточки нет. То есть топливо безлимитное. Что будет, если нарушить электронный локбук? Не знаю, ребята. Я никогда не нарушал электронный локбук и делать это не хочу. Я знаю только одно, что наказание будет точно серьезное. Расскажу сейчас одну историю. Как-то я получил груз, который идет в Гринсборо, это штат Северная Каролина, не очень далеко от Шарлотт. Когда ребята закончили мою разгрузку, у меня вышло все мое водительское время, потому что там возникла заминка. Это заняло очень много времени, часов 5 или 6. Я позвонил в компанию диспетчеру и стал расспрашивать, что же мне делать. У меня вышло время, я не могу сейчас ехать. Мне нужно становиться на отстой. А я сейчас на территории, на складе у клиента. Диспетчер мне предложила вот что. Если вы готовы подождать 3-4 часа, мы вам пришлем из Шарлотт эвакуатор. И эвакуатор вас оттянет на ближайший тракстап. Представляете, насколько это экономически невыгодно гнать из Шарлотт эвакуатора, чтобы он тянул тебя куда-то на ближайшую стоянку. Меня это не устроило, поэтому я сказал, что придумаю что-нибудь сам. Я включил первую передачу и очень медленно начал ехать. Я выкатился за пределы склада и стал на отстой на обочине какой-то местной дороги, там же в полумиле оттуда. Есть такой секрет. Если вы едете на очень маленькой скорости и не превышаете по расстоянию одну милю, электронный локбук не переведется в статус вождения. Он будет до сих пор в статусе отстоя. Сделано это для того, чтобы вы могли перепарковаться где-то в пределах тракстапа или в пределах того места, где вы делаете отстой, если вдруг это понадобится или вас кто-нибудь попросит. Как его обмануть? Я не знаю. Можно выдернуть кабель питания на этот компьютер. Например, какие-то есть еще хитрости. Но если потом остановит инспектор, он может проверить ваши логи и увидит, что здесь начался отстой в какой-то одной точке, а здесь отстой у вас закончился, вы начали ехать, но это уже точка совсем другая, между ними 200 миль. Как такое получилось? Вы будете сами объясняться. Я не буду нарушать закон, еще раз, ни по топливу, ни по лукбуку. Нет, нет и нет. Если кому-то нравится хитрить, обманывать, как-то нарушать, пожалуйста, езжайте в Беларусь, Россию, Украину, куда-нибудь еще. Я хочу жить здесь честно и по закону. Как ты переключаешь передачи? У меня стоит механическая трансмиссия и танфуллер. Рычаг переключения передач выглядит примерно так. На разметке видно, что передач 10. 5 в нижнем диапазоне и 5 в верхнем. Привет автомобилистам, которые испытывают трудности при сдаче практического экзамена в автошколе, которые путаются в трех педалях и не могут нормально трогаться и переключать передачи. Здесь их 10. Причем, в отличие от легковых автомобилей, в этой трансмиссии нет синхронизаторов. То есть переключение на каждую следующую передачу происходит с двойным выжимом сцепления. Трогаюсь я обычно с третьей передачи, когда еду с пустым трейлером или с умеренным грузом. Если я еду с тяжелым грузом, я трогаюсь со второй передачи. Если я еду с тяжелым грузом и трогаюсь в горку, тогда я трогаюсь с первой передачи. Переключаю последовательно, ничего не пропускаю. Что происходит, когда я достиг пятой передачи? Здесь есть такой флажок. Флажок переключает диапазоны. Я просто поднимаю этот флажок вверх, и у меня трансмиссия готова к переходу на верхний диапазон. И когда я переключаюсь на шестую передачу, перевожу рычаг в нейтраль. Слышали этот звук? Трансмиссия переходит в верхний диапазон. И затем я включаю шестую передачу. Что такое двойной выжим сцепления? Например, я еду сейчас на седьмой. Чтобы перейти на следующую передачу, на восьмую, я должен выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить сцепление. Выжать сцепление еще раз и включить уже восьмую передачу. Что нужно делать, чтобы перейти на низшую передачу? Нужно использовать перегазовку. Если я еду на восьмой передачу, хочу перейти на седьмую, я должен выжать сцепление, переключить в нейтраль, отпустить сцепление. Я должен добавить чуть-чуть газа, выжать опять сцепление и включить седьмую передачу. Перегазовка нужна, чтобы уравнять скорость вращения валов в трансмиссии, потому что, как я уже сказал, здесь синхронизаторов нет. Я уже наловчился в этом траке чувствовать скорость и чувствовать обороты. Я могу просто перебирать передачи, не касаясь педали сцепления. Для этого нужно точно знать, какая скорость с каким оборотом соответствует, чтобы не было вот этого звука. Здесь дело техники, дело привычки, ничего в этом сложного нет. Откуда ты знаешь английский, где ты его учил, когда приехал или еще когда был в Беларуси и так далее? В Беларуси я учился в городе Минске в гимназии номер один. Там довольно сильно дают языки. У нас был английский пять раз в неделю на протяжении всего периода обучения, то есть с первого по одиннадцатый класс. Мы учились по европейским учебникам, к нам иногда на занятия приезжали иностранные гости, приезжали британцы, американцы. Более-менее умеренный средний английский я получил еще в гимназии. И когда я приехал в США, я сначала боялся, что я здесь не буду никого понимать, но этого не оказалось. Я могу разговаривать по телефону с американцами, я их прекрасно понимаю, могу прекрасно высказывать свои мысли. Так что не забивайте на английский. Если есть возможность, обязательно вы учите в школе или на курсах. Была ли у тебя категория CE в Беларуси? Ездил ли ты до этого на фуре? Категории CE у меня никогда в Беларуси не было. У меня была только категория B на обычный легковой автомобиль. И до этого никогда в жизни я на фуре не ездил. Почему так мало снимаю и можно ли побольше? Можно, но сложно. Чтобы снять материал на 10-минутный ролик, все это смонтировать, подрезать и загрузить на YouTube, а снимаю я в 4К, на это уходит обычно целый день. То есть с самого утра до самого вечера. Это на самом деле серьезная работа. И Adobe Premiere Pro это довольно тяжелая программа. Если я буду снимать видео каждый день, мне просто не останется время на работу. Вы не забывайте, что я еще новичок и я только-только осваиваю, только начинаю изучать какие-то совсем базовые принципы монтажа. У меня нет никакой команды, я все делаю только один. Да, я могу снимать на телефон, могу снимать все подряд, ничего не подрезать. И так как есть, выкладывать на YouTube без обработки, без дополнительного звука. Но я хочу изначально научиться делать хотя бы немножко качественно. Летом я буду снимать очень много. Я запланировал несколько путешествий. Я хочу летом делать качественный контент. Поэтому мне нужно потренироваться. Один ли я здесь в Америке и как я решился на переезд? Все остальные люди, с которыми я очень крепко дружу, все мои родные, они все остались в Беларуси. Я здесь абсолютно один. Тяжело ли это? Да, морально это достаточно тяжело. Но я терплю, я работаю, я зарабатываю деньги. У меня есть своя цель, есть мечта и я к ней иду. Как я решился на переезд? Да, как-то просто. Я молодой, один, быстро адаптирую, знаю английский. Ничего сложного в этом не было. Собрал рюкзак, чемодан, сел на самолет и полетел. Я могу жить в любой стране мира. Я могу адаптироваться где угодно. Я выживу везде, я в себя верю. Так что все будет окей. Рассказать про Шарлотт. Почему ты выбрал Шарлотт и можешь ли провести экскурсию? Экскурсию провести я сейчас не могу, потому что я не в Шарлотт. Но как только я буду делать свой двухсуточный отстой в Шарлотт, если у меня появится время выбраться куда-то в даунтаун, я обязательно поснимаю и покажу, как выглядит город. На этом на сегодня пока все. Подписывайтесь, ставьте палец вверх. Черный никогда не думал, что это скажу. Всем удачи, всем пока!